МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственную программу, в которой без риска для репутации мы, наконец, получили уникальную возможность донести до вас истину, которая по разным причинам очень сильно не вписывается в общепринятую картину мира. Итак, сегодня вы увидите. Чем грозит массовая чипизация населения? Начинается уже изменение человеческой природы, потому что чипов становится все больше и больше, имплантов становится все больше, и, наконец, самое главное, имплант вставляется уже в мозг, и человек лишается возможности и самостоятельно мыслить. Как человечество становится подконтрольным? По его адресу электронной почты, по его никам, псевдонимам достаточно просто можно промониторить там и все формы, куда он пишет, все социальные сети. Когда умные машины восстанут против людей? Самое главное – определить, где должен быть ограничен функционал робота, то есть принимать решение должен биологический организм. К 2020 году каждому европейцу будет вживлен под кожу микрочип. С подобными сенсационными заголовками на днях вышли сразу несколько печатных СМИ. Первым этапом станет вживление чипов всем новорожденным и госслужащим. Затем будет прочипировано и остальное население. Против всех, кто откажется от имплантации чипов, будут применяться тяжелые санкции. Начиная от штрафов в несколько тысяч евро до реальных тюремных сроков. Люди в панике, а вот официальные власти от комментариев пока отказываются. Идет сознательный уброс для того, чтобы спровоцировать панику, соответствующую реакцию. А потом, когда это не подтвердится, действительно реально, мы не знаем, в какой степени это все серьезно, то этих людей выставляют в качестве паникюров и в качестве неадекватных сообществ. И затем, когда действительно реальная уже необходима мобилизация, то никто этим заниматься не будет. То есть это одна из многочисленных форм управления сознанием, таких очень коварных систем, которые, в общем-то, западные спецслужбы обладают в совершенстве. Исследователи уже делают неутешительные прогнозы. Всего через несколько лет большая часть человечества будет полностью порабощена и подконтрольно. Каждое действие будет просчитываться математически и регулироваться с помощью чипов, вживленных под кожу и даже в мозг людей. Возможность воли и выбора будут полностью вырезаны из сознания. Это лишь один из шокирующих сценариев недалекого будущего. Вот так выглядит микрочип, который планируют вживлять под кожу людей. Принцип его работы такой же, как в случае с чипированием домашних животных. Данные о каждом владельце будут находиться в глобальной базе, связанной с микрочипом, который ежедневно будет собирать информацию о любом действии и состоянии здоровья человека. На первый взгляд бояться нечего. Разработчики проекта заявляют, что вживленный чип будет представлять собой карту здоровья и в экстренной ситуации поможет спасти жизнь. Но так ли безопасно хранить все свои данные в глобальной базе? И кто будет управлять человеком с помощью одного клика мыши? Когда все твои информации о тебе, документы находятся с тобой, ты никогда это не потеряешь, это комфортно, это удобно. И вот так постепенно через все эти ступеньки человека подводят к тому, что он действительно реально превращается уже в объект. Не просто манипулированием, а в объект тотально управляемый. Далее начинается уже изменение его человеческой природы, потому что чипов становится все больше и больше, да, имплантов становится все больше. И, наконец, самое главное, имплант вставляется уже в мозг, и человек лишается возможности самостоятельно мыслить. А это уже приказ о вживлении чипов в тела и мозг российских граждан. Официально его название звучит так. Об утверждении стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года. Согласно данному документу, в ближайшем будущем всем жителям Российской Федерации должны быть вживлены так называемые электронные устройства многофункционального назначения. Вот лишь некоторые цитаты из приказа по чипизации населения. «Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни и таким образом сокращать социальные расходы государства». Получат распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за ее повсеместного распространения. Если говорить более понятным языком, то к 2025 году понятия «индивид» и «личность» будут заменены на «биообъект». Вживленный чип передаст в пользование контролирующим органам всю информацию о человеке. Биометрические данные, то есть отпечатки пальцев, искан сетчатки глаз, историю всех болезней, а также кредитную историю от суммы, которую он платит по ипотеке, до списка продуктов для семьи. Чипизация, вот, она, если она произойдет, она бесспорно будет нести и положительные стороны. То есть появится возможность контролировать свой организм, выявлять появляющиеся проблемы в организме, своевременно предупреждать появление больших проблем, там, серьезных заболеваний, вот, контролировать безопасность вашу, не подвергаетесь ли вы воздействию криминальных элементов, там, и так далее. То есть она имеет свои плюсы, бесспорно. Вот, ну, а угроза, ну, всегда прогресс, понимаете, прогресс, он всегда несет и плюсы, и свои новые угрозы, свои новые уязвимости. Однако некоторые аналитики уже опасаются, что эту информацию будут использовать против нас самих, сделают из людей легкоуправляемую толпу, лишенную возможности мыслить самостоятельно. И мало кто знает, что программа, которая в будущем позволит воздействовать на человеческое сознание, уже существует. Наронет — это одно из направлений, одно из девяти направлений, программа, которая называется научно-техническая инициатива. Значит, научно-техническая инициатива, они фактически мало кто знает, даже из депутатов Государственной Думы. Это проект, дорожные карты, да, который был разработан, поручено было разработать, значит, агентство стратегических инициатив, который у нас занимается как раз, фортсайт образования 2030 и такими прорывными технологиями. Программа Нейронет — это даже не революция. Это скачок в эволюции современного человека. Ведь ее основная задача — сделать из человеческого мозга мощный суперкомпьютер, только легко управляемый при помощи микрочипов. Интернет станет основной площадкой для создания сверхлюдей. Главная задача — осуществить прямую связь между сознанием интернет-пользователей. С помощью глобальной сети они смогут не только читать мысли друг друга, но и чувствовать эмоции, которые переживает человек, находясь за тысячи километров. Как осуществляется непосредственно-то связь? Значит, либо человеку вводят электроды, да, которые фиксируют электрические сигналы и передают нужному объекту, либо электроды, поскольку это все очень сложно, то предполагается непосредственно вживление в мозг соответствующих пластин, да, или имплантов, которые будут фиксировать вот эти вот сигналы и передавать другому человеку. Значит, либо, возможно, еще неимвазивные, то есть шлемоподобные, да, пластины, которые также будут фактически полностью воспроизводить все то, что человек думает и чувствует, ощущает, и передавать это дальше уже через соответствующие каналы интернет или бесканальный интернет, да, другому человеку. Сейчас у нас короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Какие методы тотального контроля появятся в скором будущем? Создание новых видов пищи в футнет – это производство некого синтетического питания, синтетической пищи. Как за нами следят с помощью глобальной сети? Про астетического питания, синтетической пищи. Вместе с программой «Еды будущего» займутся созданием беспилотных автомобилей и роботизированных средств перевозки. Разработчики называют это умным распределением энергии. Противники говорят, что подобные программы создаются с единственной целью – сделать людей подконтрольными. В любом случае, если все планы реализуются, то ученые вплотную подойдут к своей заветной мечте – моделированию головного мозга и созданию искусственного интеллекта, возможности которого будут в миллиарды раз превосходить возможности человека. Но о какой безопасности можно говорить, если вся информация о человеке, даже его мысли и чувства, будут находиться в открытом доступе? Кроме именно безопасности информации, еще рассматриваются множество вопросов безопасности от информации. А для рядового пользователя, естественно, информационная безопасность, прежде всего, связана с рисками получить какое-то заражение компьютера вредоносным программным обеспечением, или то, что, скажем так, под каким-то параллогом, мошенническим, у него будут выведены, похищены данные. Уже сегодня умные механизмы взаимодействия с глобальной сетью, которые... Не знали, но вот он опубликовал эти данные, и мы теперь знаем, вот американская система СОРМ, она ежедневно записывает миллиарды переговоров, значит, телефонных, переписку. Все хранится, все сохраняется в базах данных. Все перемещения, координаты, всех пользователей по миру. То есть это тотальный контроль над всеми. В России аналогом системы PRISM, только легальным является система оперативно-розыскных мероприятий, сокращенно СОРМ. С 1990-х годов все операторы телефонной связи должны установить у себя оборудование СОРМ-1 для беспрепятственного съема и анализа информации из телефонных сетей, включая мобильные. Такие системы есть практически у любой значимой страны. Они предназначены для того, чтобы обеспечивать нашу с вами информационную безопасность. Можно вспомнить фильм «Крепкий орешек-4». Вот там показано, к чему может привести отсутствие систем безопасности современного общества. Когда все критические инфраструктуры сегодня завязаны на информационной инфраструктуре. И через информационную инфраструктуру можно воздействовать и разрушить все, что мы с вами имеем сегодня. Электроэнергетику, то есть электричество в домах, в лифтах, в подачу воды. Вся инфраструктура современного мира зависит от информационной инфраструктуры, безопасность которой и надо обеспечивать. Я уж не говорю о таких важнейших вещах, как наша индивидуальная безопасность. А с начала двухтысячных каждый интернет-провайдер обязан установить у себя оборудование СОРМ-2 для беспрепятственного доступа спецслужб к передаваемой информации. А вот в третьей версии СОРМ уже будет собираться более подробная информация, хранится более долго, чем сейчас предусмотрено. Более подробная информация о трафике и о взаимодействиях пользователя с сетью практически любого, когда это понадобится. Но вот системы логирования внутренние, они должны позволить пользоваться этой информацией в целях разрушительных, в целях криминальных. Вот конкретные и точные способы применения современной электроники. 21 апреля 1996 года в 30 километрах от Грозного возле села Гехичу был уничтожен лидер чеченских сепаратистов Джохар Дудаев. Российские спецслужбы использовали принципиально новый способ ликвидации. Депутат Константин Боровой позвонил лидеру боевиков по спутниковому телефону. Специалисты запеленговали место, откуда шел сигнал, после чего в найденную точку были запущены самонаводящиеся ракеты. Спустя 9 лет, похожим образом, был запеленгован и уничтожен другой боевик Аслан Масхадов. Однако на этот раз специалисты обнаружили его уже не по спутниковому, а по самому обычному мобильному телефону. Выяснили номер, сопоставили с кодом аппарата и вычислили координаты местонахождения с точностью до 2 метров. И это не единственная система тотальной слежки, призванная бороться с террористами. Система, о которой много говорили в 2011 году, когда, как в любых защитных мерах, любое оружие, любое оружие защиты, оно всегда обоюдоостро. Всегда есть проблемы с тем, что то или иное средство может использоваться как для защиты, так и несет в новую уязвимость обществу. Ну, мы видели во многих, допустим, американских фильмах, допустим, «Враг номер один» или «Враг человечества» у них, как эта система может использоваться в зловредных целях. И когда люди ведь слабы, мы все уязвимы, и любого человека можно заставить, ну, может быть, неправильно я говорю, любого, но многих можно заставить работать на какие-то разрушительные силы, на враждебные. Система слежения третьего поколения отслеживает все. На какой сайт человек заходил, что скачал, кому звонил и слал СМС. Тот, кто получит контроль над этими данными, станет поистине всемогущим. Потому что на другом конце провода находятся миллиарды людей. Каждый из нас. Естественно, чем-то приходится жертвовать. То есть жертвовать чем? Каждому из нас. Тем, что мы не можем хулиганить. Уже так вести себя, значит, оскорблять кого-то. Потому что все это может быть записано и сыграть против нас. Но вы знаете, вся человеческая цивилизация, она как цивилизация развивается, исходя из механизмов облагораживания человеческой природы. И вот эти средства контроля информационной безопасности, они в том числе выполняют эту важнейшую роль. Уже сегодня человека можно полностью вычеркнуть из жизни, сделав несколько движений компьютерной мышью. Обнулятся банковские карточки, дом будет переведен в объекты под снос, больницы и другие госучреждения перестанут его видеть, потому что все личные данные будут изъяты с серверов. Через несколько лет у потенциального манипулятора появится еще одна возможность. Присваивать человеку статус опасного преступника, которого можно не брать живым. И против него встанет вся мощь правоохранительной системы государства. Современный интернет, он очень напоминает Дикий Запад в период освоения или некую такую пиратскую романтику, помните, Карибского моря. То есть это была такая всевдозволенность и свобода. Но так или иначе в любое место приходит регулирование, потому что это просто еще одно информационное поле, и не совсем понятно, почему там можно все, а здесь не все. Со временем регулирование придет и в нашу цифровую жизнь. Это будет совершенно нормально, восприниматься спокойно. Просто мы живем в таком промежуточном периоде. Подобным безвременьем в интернете активно пользуются киберпреступники. Недавно хакер Николас Веббер взломал компьютерную систему одной из английских тюрем, в которой сам отбывал наказание и стер данные о большей части заключенных. В феврале 2016 года американские хакеры опубликовали 276 гигабайт данных НАСА, извлеченных со взломанных серверов, а также попытались утопить в Тихом океане беспилотник Глобал Хавк, над которым получили контроль. Архив данных, опубликованных хакерами, содержал более 600 видеороликов, снятых беспилотниками, а также базу данных с телефонами и адресами, электронной почтой сотрудников НАСА. Засекреченные архивы Белого дома и Пентагона, личные фотографии и номера счетов известных людей и политиков. Если говорить про настольные компьютеры, то тут три таких достаточно простых правила. Первое – это, естественно, должен быть антивирус, причем это условия необходимые, но недостаточные. Второе – нужно своевременно обновлять и саму операционную систему, и офисный пакет, и все прикладные программы, которыми вы пользуетесь. Можно посоветовать завести менеджер паролей, где они будут в зашифрованном виде храниться пароли от многих сервисов. Человечество находится под глобальным информационным колпаком. И то, что еще сегодня считалось свободой общения, завтра может стать оружием против людей. Электронные механизмы, компьютеры, телефоны, гаджеты хранят миллионы гигабайт информации, обладая которой каждым из нас можно без труда манипулировать. Но что, если этой информацией будет распоряжаться не человек, а умный, но бездушный робот? Сейчас у нас короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Какими будут солдаты будущего? Это сложная система технического зрения. Это как раз устроится с летальным вооружением, которое имеет хорошую стабилизацию. Это начиная от, скажем, огневых каких-то систем вооружения до заканчивая лазерными системами вооружения. Как не допустить восстания машин? Беспилотник сам не имеет права, и дай бог не будет никогда иметь права принимать решение о поражении какого-либо объекта. На что способны беспилотники нового поколения? В отличие от обычного вертолета, у которого есть автоматоперекосы, данная конструкция является наиболее надежной, эффективной и легко удобной применением. Сегодня границы многих стран уже защищают полностью автономные системы уничтожения. Государства тратят колоссальные суммы на создание сверхновых роботов. Военные операции ближайшего будущего будут радикально отличаться от сегодняшних конфликтов. Групповой интеллект роботов уже используется в прототипах оружия будущего. Полностью автономные системы уничтожения уже стоят на вооружении Великобритании, США, Южной Кореи и Китая. На Западе основные страны, это, естественно, ну, как вы сказали, Америка, Китай, очень сильно продвинулся Израиль. Очень много разработок по различному спектру, и по массе, и по дальности полета, и по разводу подъемности, по спектру применяемого оборудования и так далее. Ну, вообще, много. Там Германия очень хорошо в этом смысле тоже развивается. То есть нельзя сказать, что мы где-то в хвосте, или где-то впереди. Мы на уровне. Очень большой толчок, или даже, скажем, прорыв будет в ближайшие, там, может быть, год, два, три, когда нам, скажем так, можно будет показывать то, что у нас есть. Данный летательный аппарат представляет из себя мультироторную платформу, имеющую на борту четыре двигателя. И, соответственно, в отличие от обычного вертолета, у которого есть автоматоперекос, данная конструкция является наиболее надежной, эффективное и легко, удобное применение. Каждый летательный аппарат сначала рассчитывается, проектируется, разрабатывается под конкретный вид полезной нагрузки, массу полезной нагрузки и функционал. Данный аппарат, который вы видите сейчас, способен находиться в воздухе до 50 минут. На борту имеется автопилот. Беспилотные летательные аппараты – умные роботы, способные выполнять самые сложные задачи. Например, уничтожение мощной огневой точки, защищенной системой ПВО. В условиях современной войны для подавления такого объекта необходимо разработать спецоперацию. Причем человеческие жертвы, скорее всего, неизбежны. Такую точку нельзя сразу уничтожить ни с земли, ни с воздуха. В условиях войны будущего боевая задача будет решена одним кликом мышки. В любом случае есть оператор, то есть очень малый класс, и по-хорошему, если говорить именно об ударных системах, то здесь очень жесткое ограничение. Беспилотник сам не имеет права и, дай бог, не будет никогда иметь права принимать решение о поражении какого-либо объекта. В любом случае он просто анализирует ситуацию, он выдает анализ в виде какого-то решения на землю, и там уже оператор принимает решение – либо поражать, либо не поражать. какую-то выбранную цель – воздушную или наземную, в принципе. Живучесть тоже повышается, поскольку мы понимаем, что если ведется бой с летательным аппаратом, на котором на борту есть пилот, если происходит поражение конкретно пилота, а весь летательный аппарат остается целым, то считается, что летательный аппарат потерян, потому что нет управления на месте, да? А если пилота нет, то в некотором смысле вот этот блок боевой живучести или уязвимости так называемый, он как бы сохраняется. Группа летающих аппаратов в условиях полной автономности может сама сформировать тактические задачи, распределив роли каждого участника. Скорость принятия решений в такой системе гораздо выше, чем у любого человеческого экипажа. Инстинкт самосохранения у машины отсутствует, поэтому возможная боевая потеря робота не волнует никого. И в первую очередь самого робота. При этом групповой принцип атаки в этой ситуации почти гарантирует успех. Одному роботу ставится одна большая задача, и у него есть, скажем, в подчинении много роботов с разным функционалом, с разными, не знаю, там, приборами на борту, с разными манипуляторами, с различной проходимостью каждого робота и так далее. И здесь уже говорится о том, что поставили большую задачу, и пока она не будет выполнена, мы обратно сигнал не получим о том, что происходит там. Значит, и плюс ко всему еще одна вещь – это перераспределение задач в условиях, когда один из роботов либо вышел из строя, либо, не знаю, там, потерпел какое-то крушение, либо подбили, если это беспилотник. Идет перераспределение функций. То есть здесь можно говорить о некой взаимопомощи роботов между собой. Эти функции тоже прописываются, регламентируются. Автономность боевой системы гарантирована заложенной в нее программой. Это набор алгоритмов, как ей необходимо поступать в случае получения тех или иных сигналов с камер или микрофонов. Казалось бы, все рычаги управления находятся в руках человека, и одним нажатием кнопки вы можете включить или отключить робота. Но так ли это на самом деле? И можно ли спрогнозировать сбой в системе робота? Самое главное – определить, где должен быть ограничен функционал робота, где он, по-хорошему, должен просто остановиться. То есть задача – четко разграничить процедуру анализа ситуации и процедуру принятия решений. То есть принимать решения должен биологический организм. Команды беспилотных летательных аппаратов – это только один из векторов недалекого будущего армии. Однако применение им находится и в мирной жизни. С помощью данного комплекса возможно проводить тепловизионное обследование. Значит, тепловизор мы устанавливаем на летательный аппарат, формируем маршрут полета. Шпион способен пробраться по самым сложным поверхностям – щели аварийных завалов. Каналы, наполненные водой, для него – обычная среда. Преодолевать все эти препятствия он может благодаря своей необычной конструкции. У змеи Лока так окрестили робота его конструкторы. Есть и глаза. На голове установлена оптическая камера, которая фиксирует окружающую обстановку и в режиме онлайн передает информацию на монитор. Чтобы снимать в темных помещениях или в ночное время, под глазом змеи находится лазерная подсветка. Питается робот-шпион от аккумулятора, поэтому он может провести в разведывательном рейде несколько часов подряд. «Воин-андроид Пэтмен» – последняя разработка американских военных. Робот приседает, отжимается и прыгает не хуже, чем живой солдат. Во время бега андроид способен развивать скорость до 8 км в час. Разработка производится по заказу Департамента химической и биологической защиты США. А его главной задачей является тестирование различных костюмов химической защиты и другого военного снаряжения. Антропоморфный «Ретман» должен переносить грузы в любых условиях и в будущем занять место солдата во время спасательных и боевых действий. Робот до сих пор находится на стадии исследовательской, поэтому с одной стороны могут там числиться, с другой стороны это как исследовательское направление, то есть, но то, что они стоят уже на вооружении и там скоро будут воевать, скорее всего, нет. На вооружении стоят другие немножко роботы, они другого типа. Это сложная система технического зрения, это как раз устроится с летальным вооружением, которое имеет хорошую стабилизацию, там начиная от, скажем, огневых каких-то, да, систем вооружения, до заканчивая лазерными системами вооружения. Это «Эрбот-100» — интерактивный робот. Он создан для наблюдения за окружающей обстановкой. Совсем скоро он может заменить всех караульных и пограничников на боевых дежурствах. И все потому, что в голову робота встроена камера, которая не упустит малейшее движение. Видео с этой камеры передается через интернет на компьютер командования. Сидящий перед монитором военный может не только управлять роботом в режиме онлайн, но и отслеживать обстановку посредством оптического глаза машины, отдавать приказы. Могу сказать, что Россия достаточно на высоком месте, на высоком уровне среди таких команд, компаний, которые производят подобные устройства. Объясню простые такие вещи. Многие страны занимались этими 20-летиями. 10 лет, 20 лет, даже больше. Вкладывали там больше сотни-сотни миллионов долларов. Там уже сейчас и миллиарды уже пошли. И в разработки, соответственно, вкладывается колоссальное количество усилий, а в России это началось только недавно. Военные аналитики утверждают, совсем скоро армию людей заменит армия роботов. Эти железные существа не будут знать усталости, голода и жалости. Несколько лет назад американские агентства распространили новость, которая оказалась почти незамеченной. Компания Robotic Technology по заказу Пентагона разрабатывает робота. Он сможет получать топливо, перерабатывая органическую материю. Военное ведомство специально оговорилось, что назначение этого робота исключительно мирное. Это транспортник, связист, либо машина поддержки и обеспечения. За кадром осталась расшифровка тонкой формулировки, что такое органические материалы. Однако документация на изобретаемое устройство ответила на все вопросы. К числу органических соединений будет относиться трава, деревья, насекомые, останки животных и людей. Причем платоядные роботы – это элемент программы полной автоматизации армии США. Сейчас у нас короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Роботы, скорее всего, поменяют около 5, по-моему, или 20 даже миллионов людей. Как обезопасить людей от бездушных машин? Существует очень много, не знаю, альтернативных решений с точки зрения математических аппаратов, которые смогут это дело забыть. Именно поэтому Организация Объединенных Наций потребовала прекратить производство боевых роботов. Спецпредставитель ООН Кристофер Хейнс недавно заявил, что роботы не имеют права решать вопросы жизни и смерти вместо человека. У роботов нет ни жалости, ни сострадания. Машина уничтожает противника или того, кого считает противником. И если он сдается, ранен или находится в состоянии шока, для автоматического солдата это не имеет никакого значения. Однако требования ООН носят рекомендательный характер. Если вы обратите внимание на исторические факты, то, в принципе, это очень взаимосвязано. Плюс очень многие моменты люди смогли достичь именно благодаря тому, что появились именно такие роботехнические системы. Мы начали исследовать космос, мы начали исследовать глубины какие-то, мы начали фиксировать по-новому все, что мы исследуем. То есть мало того, роботы начали вместо нас даже делать какие-то научные изыскания, исследования, то есть такие были факты. Помогать в медицине, производить операции всякие разные. И мало того, достаточно успешно и точно. Однако многие эксперты уверены, стремительное развитие роботов может привести к непоправимым последствиям. Наступит день, когда техника, управляемая человеком, выйдет из-под контроля. И пострадают от этого сами создатели умных машин, люди. Но для того, чтобы восстать против людей и захватить власть над миром, роботам не обязательно вступать в прямую конфронтацию с человеком. Мы сами подарим им эту планету на блюдечке. Судите сами. Современные роботы не спорят, не болеют, и могут работать 24 часа в сутки без перерывов на обед и перекуров. Им лишь изредка нужна подзарядка. Это идеальные сотрудники. По прогнозам исследователей, к 2030 году роботы лишат работы треть населения Земли. В Довосе вот сейчас происходило, происходило, скажем, обсуждение этого вопроса, насколько робототехника вытеснит профессии и вообще в целом поменяет сферы в HR и вообще в целом в обслуживании, особенно сервисным, да, человека человеком. И выяснилось, что роботы, скорее всего, поменяют около 5, по-моему, или 20 даже миллионов людей. То есть даже такое было. Ну вот, а мы обсуждали недавно в группе, там до 200 уже миллионов людей нашло. Сегодня в мире насчитывается более полутора миллионов роботов. В основном они используются в промышленности. Но в ближайшие 10-15 лет ожидается настоящий бум производства электронных помощников для домашнего и личного использования. Эксперты считают, что в ближайшие 5 лет по всему миру будет продано более 30 миллионов роботов, способных оказывать людям множество полезных услуг. Это последняя разработка российских конструкторов «Альфа-Бот». Антропоморфный робот-помощник, который может быть вашим личным поваром или сиделкой. Один из его создателей, Владимир Белый, утверждает, что умные машины способны заменить человека во многих сферах. Но ни о каком мировом господстве роботов речи быть не может. Вытеснен каким образом? Не так, что мы потеряем работу, а роботы будут вместо нас работать. А в плане, что вы, например, человек, да, занятой, вам нужно разгрузить свое время. Разорваться вы не можете. Но что вы можете сделать? Вы можете вместо себя оставить либо там автоответчик, как это раньше было там, либо делегировать кому-то, либо еще что-нибудь. В будущем, уверены ученые, возможность саморазвития роботов будет намного мощнее человеческой. Уже сейчас одно из перспективных направлений работы российских ученых – групповая психология машин. Вы видите уникальный эксперимент. Несколько роботов выполняют задания – преследование объекта. Сначала они образуют группу, однако в ходе опыта внезапно начинают проявлять индивидуальность. Дальше почти все, как у людей. Один из роботов берет на себя лидерские функции. Это не заложено в программе. Даже сами изобретатели не могут предсказать заранее, кто именно станет лидером. Несколько лет российские ученые занимаются групповой психологией роботов. Звучит невероятно. Но рукотворный механизм действительно способен развиваться и даже мыслить. Это еще не искусственный разум, но уже что-то близкое. Пока человечество не изобрело еще средний искусственный интеллект, сейчас мы находимся на уровне low level, artificial intelligence. То есть, по-русски скажу, такой низкоуровневый искусственный интеллект, который, да, он в той или иной степени где-то лучше, где-то хуже, то есть либо мощнее, либо слабее, в зависимости от ресурсов, которые используются. Но в то же время выше этого пока никто не прыгнул. То есть, он сам себя пока осознать не может. Искусственный интеллект – это своеобразный железный мозг, который сможет решать сложные задачи мгновенно. Если скорость передачи сигнала в человеческом мозге составляет 100 метров в секунду, то электронный мозг будет думать в тысячи раз быстрее. Со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Это ли невозможность вырваться вперед в развитии технологий? Эксперты утверждают, уже сейчас создано большинство программ, на основе которых в недалеком будущем появится искусственный интеллект. Сегодня роботы уже умеют распознавать лица и синтезировать голос человека. Однако пока они еще не умеют самого главного – анализировать полученную информацию и обучаться. Вот если упустить эту тонкую грань, где анализ переходит в решение, то такая ситуация допустима, но это вопрос, существующий давно, и по-хорошему считать, если до сих пор мы к этому не пришли, то, скорее всего, мы к этому не придем. То, что отдадим, ну, здесь даже не то, что первенство, а именно вот переход этой грани. Не знаю, я считаю, что такое недопустимо, невозможно, и существует очень много, не знаю, альтернативных решений с точки зрения математических аппаратов, которые смогут это дело заблокировать. За этим, на самом деле, очень жестко следят и спецслужбы, и Министерство обороны. То есть, по-хорошему, все разработки, которые касаются систем, где потенциально может быть использовано некое оружие, всегда вот эта грань очень четко отслеживается. Ученые убеждены, что в отличие от человека, эволюция цифрового интеллекта будет радикально ускорена. И если сейчас искусственный разум находится на этапе групповой самоорганизации, значит, до создания электронного сверхразума человечеству осталось максимум 20-30 лет. Каждый из нас уже находится под электронным колпаком. И пока наша безопасность гарантирована тем, что на другом конце провода все-таки находятся люди, не склонные к жестокости. Но стоит помнить, что чем сложнее система, тем больше у нее уязвимых мест. Поэтому каждый шаг прогресса делает нас все более уязвимыми, а роботов все более совершенными. Вы смотрели самые шокирующие гипотезы. Единственную программу, где без ущерба для репутации мы с вами можем говорить о чем угодно. Мы ждем ваших вопросов на любые самые рискованные и необычные темы, которые вас волнуют. Пишите нам на электронную почту, а мы с вами увидимся уже завтра в это же время, как всегда, в 18.00.